В турнире принимают участие школьники 2001-2006 годов рождения в трех возрастных категориях. Основная цель – развитие и пропаганда футбола среди школьников. Ну и, конечно, в преддверии годовщины Смоленской операции 1943 года – это патриотическое воспитание молодежи. Ребята с большим удовольствием принимают участие в соревнованиях. Многие уже не первый год. Мне нравится этот вид спорта, поэтому я и принимаю участие в этом турнире. Собрать и подготовить команду – это кропотливый труд. Чтобы ребята сыгрались, нужны ежедневные тренировки. Учителя физкультуры школ нашего города, они же тренеры, такой возможности не имеют. Но каждый из них верит в победу своей команды. Когда у нас проходят такие турниры, собрать, допустим, команду за считанных 2-3 дня – сложновато, да, трудно. Но их желание преодолевает это все. Мы собираемся и, выходя и выигрывая, получая победу, мы удовлетворяемся. Я горжусь ребятами с первой школы. Все они трудоголики, занимаются на тренировках, тренируются и любят спорт. Футбол – самый массовый и популярный вид спорта в мире. Его любят от мала до велика вне зависимости от пола. Миллионы мальчишек по всему миру мечтают быть похожими на своих кумиров и стать профессиональными футболистами. Я прихожу на эти соревнования, чтобы набраться больше опыта и связать свою жизнь с футболом. Среди юных Роналду и Месси Десногорска есть и девочки. Правда, пока, к сожалению, только в одном лице. Валерия Прокопец уже три года занимается в футбольной секции, имеет хорошие результаты и ничем не уступает мальчишкам. Конечно, она не мечтает о карьере профессиональной футболистки. Но и бросать это занятие она тоже не собирается. Почему именно футбол? Не знаю. Я вопросом о себе ответить не могу. В семье у меня никто не увлекается, но вот так получилось. А что тебе конкретно нравится в футболе? Все, игра, удары, настрой какой-то, энергия, не знаю. К сожалению, девочки пока не спешат присоединяться к этому виду спорта. Но идея создания женской команды давно витает в умах футбольных идеологов Десногорска. У меня давно такое желание возникало. Ну, посмотрим сейчас, как получится. Тем более, я сейчас еще работаю в школе. И, возможно, будем пытаться создать команду девочек. Занятие спортом очень важно для воспитания здорового поколения. Поддержка родителей в этом вопросе имеет немаловажное значение. Турнир, посвященный Дню освобождения Смоленщины, это очередной этап на пути по достижению этой цели. Его итоги еще только подводятся. Кто стал лучшим в этом году, вы узнаете в нашем следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok